По правую сторону собственное производство, по левую собственное озеро. В него каждое лето Игорь Афонин выпускает рыбу. Специально покупают ее в магазине и отпускают в свободное плавание. Рыбачить у нас здесь нельзя. Лед здесь тонкий, вода проточная. Ну, в общем, наверное, хорошо зимовать. Там щуку выпускали маленькую, сейчас уже выросла большая, ее не видно. Но рыбу ест. Ну, это природа. Так она благодарна за тепло и мишку супа. Еда, собственная будка и, конечно, забота и внимание. Еще пару месяцев назад о таком собака по кличке Фаня не могла и мечтать. Ее бездомную, трясущуюся от холода увидела одна из сотрудниц Игоря. Сердце Елены не выдержало. У нас сотрудники, которые у нас работают, тоже многие помогают. То есть забирают себе домой. Многие живут в частных домах. Поэтому, ну, сильно проблем нету. Кошечки, собачки. Ну, всем находим добрые руки. Добрые даже слишком. Так отзываются сотрудники о своем начальнике Игоре Афонине. Сам же мужчина признается, что к милосердию пришел не сразу. Научились змей бить. Иду, смотрю, змея лежит на солнце, такая довольная. Давай вспоминать. А я с удочкой шел. Как стукнула она, бедная, наполам. Там давай крутиться. Ну, я убежал. И вот всю жизнь помню. С тех самых пор и помогает. К взглядам телекамеры Игорь Анатольевич не привык. Настаивая, чтобы внимание уделяли не ему, а его заботливым девчонкам-сотрудницам. Люся и Сойка настоящие хозяйки цеха по производству «Рабицы». Прописаны здесь уже несколько лет. Совсем недавно в свою семью приняли голубя Гошу. Его Игорь Афонин подобрал без хвоста. Выходил. Попытался отпустить. Но тот ни в какую. А еще мужчина категорически ярый противник охоты. Он не понимает, как можно смотреть в глаза животному и взводить при этом курок. На охоте ходят, белок стреляют, целятся в глаз. Она сидит, смотрит на тебя. И ба-бах. Потом собирается. Я 60 убил, а я 65. Ну, ты герой. Кто герой? Многие барнаульцы, узнав о сердобольном земляке, сочли его слишком мягким. В комментариях в соцсетях они писали, что мужчина оторван от жизни и современных реалий. Однако Игорь уверен, чем больше будет неравнодушных людей в мире, тем добрее будет этот мир в целом. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.